День химика Это мероприятие проходило в Балакове уже в четвертый раз, и с каждым годом желающих пробежать 5000 метров становится все больше. В прошлом году их было 1600, в этом уже около 2000 человек. На старт выходят и профессиональные спортсмены, и любители бега совершенно разного возраста, причем не только из Балакова, но и из соседних городов. Всех участников разделили на три группы. Дети от 0 до 10 лет, подростки от 11 до 14 лет, ну а в третьей группе самые многочисленные бежали их старшие товарищи. Дети участвуют первый раз, возраст 14-8,2. В общем, бегают только дети и папа. Мама не участвует. Готовились, готовились. Папа у нас на стадионе в жилгородке, каждый день с ними старался бегать, в том числе и с маленьким. Бежим все команды, кто сегодня в городе на 5000 метров, это 5 километров. Ну да, мы физически подготовлены, мы не собираем здесь. Сразу там со старта просто для себя пробежаться, и решили все команды сегодня прийти на это мероприятие. Я думаю, это очень интересное мероприятие, потому что каждый может, наверное, попробовать свою возможность в плане бега. Это полезно, это здоровье, прежде всего. С утра бег, это заряжает на весь день. Это мой не целевой вид спорта, я как бы просто получаю от этого удовольствие, когда бегу. Но я не в лидерах, я просто бегу для себя с друзьями, и все, каждый год. Это уже у нас как бы традиция. Самым взрослым участникам забега предстояло преодолеть 5000 метров. Они от центральной площади двигались по улице 30 лет победы через новый мост, разворачивались на улице Гагарина и обратно через мост. Дети и подростки пробежали так называемую детскую милю. Это 1600 метров. И каждый, кто дошел до финиша, доказал в первую очередь самому себе, что он может преодолеть все трудности, которые встают на его пути. Я хотела сначала бежать спокойно, а потом под конец бежать быстро. И мне так же получилось. Я просто вчера была на Булаковке, и там мы бегали почти такую же дистанцию. Поэтому я была уже готова. Сил уже под конец не хватало. С моста я уже бежала. Ну, в счет того, что с горки, сил уже не хватало. Если человек не подготовленный к этому, он, думаю, даже тысячи не сможет пробежать. Радость, удовольствие получить от пробегания дистанции, от соперничества. Было весело. Поздравляли самых быстрых на центральной сцене. Все победители забега получили от спонсора Булаковского филиала Ау Апатит ценные призы и подарки. Но на этом спортивный праздник, приуроченный к Дню химика, не закончился. Для всех Булаковцев на площади было показано силовое шоу Вячеслава Максюты. Атлеты двигали газель и десятитонный автобус. Переворачивали 360-килограммовую покрышку. Перекидывали через препятствия камни по 120, 165 и даже 203 килограмма, чем вызывали восторг публики. Ну, а чуть поодаль, любители спокойного вида спорта шахмат двигали гигантские фигуры, пытаясь поставить друг другу шах и мат. Продолжение следует...